Добрый день. Спасибо большое, что пригласили меня сегодня, и я буду сегодня обсуждать с вами современное лечение и современную роль медсестер в лечении рака. В нашем положении сегодняшнем мы должны заметить, что мы не можем основываться лишь на единственной области исследования. Сегодня наше европейское сообщество медсестер, медицинского персонала, мы координируем лечение, мы воспользуемся психологическими техниками. И что же мы можем сделать в рамках мультидисциплинарной модели? Мы думаем, что такой подход улучшает состояние пациентов и повышает их безопасность. Это не просто милое времяпрепровождение, но это действительно то, что дает результат. Медсестры работают в разных госпиталях и центрах, и согласно нашему опыту можно сказать, что постоянно медсестры, медперсонал должен отвечать современным требованиям, а также учитывать, что означает, что значат эти новые технологии для нашего пациента. Мы недавно проводили исследования, не знаю, видно ли вам на слайде цифры, но мы рассмотрели четыре страны, Эстония, Германия, Нидерланды и Великобритания. Мы рассмотрели роль медицинского персонала, среднего медицинского персонала, а также существует вообще он или нет в системе. Мы рассмотрели их роль как специалистов. Есть ли какие-то регулирования, правила работы медсестер в Германии? Есть такие правила, но можно утверждать, что, как ни странно, в Германии эта система наименее развита и нет законов, регулирующих деятельность. Что касается рекомендаций в России, все профессии, кроме докторов, имеют определенные регулятивные нормы, и если пациенту нужен рецепт, значит, они должны его получить. И роль медсестер меняется со временем, и другие перемены – это зарплата медсестер. В наших странах мы стараемся улучшить положение, увеличить зарплату медицинского персонала. Это начальная зарплата, наверное, вам будет интересно. В Эстонии такая сумма составляет более тысячи евро. В Германии, в Нидерландах, в Великобритании похожие цифры – это до вычета налогов ежемесячная зарплата. И если медперсонал проходит дополнительную квалификацию, они получают дополнительную зарплату. Но вы видите, что зарплата меняется в Нидерландах и Великобритании, а в Эстонии и Германии зарплата практически не меняется. То есть мы наблюдаем большое разнообразие в Европе с точки зрения зарплат медперсонала, и это отражение изменений в работе медперсонала. Мы стараемся улучшить условия работы медперсонала, улучшить зарплату, а также подачу дополнительного образования медсестрам, поскольку их не хватает. При этом в больницах огромное количество работы, и мы обсуждаем это в Европейском парламенте, и мы подавали заявки с заявлениями, что нам нужно больше персонала и нужно улучшить условия работы. Каждый год мы проводим исследования больных раком, и это результаты 2018 года. Каждый пациент проходит опрос, и они рассказывают о своем лечении. 79% интервьюируемых рассказали о том, что они были включены в лечение, то есть их слушали, и это важно. Более 90% в этом случае говорили о медперсонале, о медсестрах, которые давали им поддержку, и это серьезный ответ. Отвечающие также утверждали, что было легко связаться с медсестрами, найти с ними контакт. Почти 90% отвечающих сказали, что к ним относились с достоинством и уважением, и эти цифры поднялись с прошлых лет. Более 90% сказали, что медперсонал объяснил им, с кем они могут связаться в случае беспокойства и тревоги. Таким образом, мы хотим убедиться, что все наши пациенты получают достойное лечение, и если они не получают, то мы должны понять причину, почему нам не удалось этого сделать. В результате междисциплинарная команда – это обычная практика Великобритании, и она помогает не только пациентам, но и нашим специалистам, поскольку они расширяют границы своих исследований. И медперсонал – это большой резерв, и нам нужно его увеличивать, должно быть больше медсестер. И исследования показывают, что медперсонал, медсестры и доктора, которые находятся в хорошем состоянии, которым хорошо платят, они проделывают лучшую работу. Лечение рака меняется, становится все более сложным, и таким образом нам нужно предоставлять образование специалистам, и мы должны убедиться, что все участники команды имеют доступ к информации и к образованию. Мы должны понимать потенциал медсестер и других профессионалов для того, чтобы улучшить наши услуги. Спасибо большое за внимание.